Здравствуйте, меня зовут Наталья, я телесный терапевт, мне 50 лет. Когда мне было 33 года, традиционно перестала есть, как-то стала очень сильно худеть. У меня был маленький ребенок, еще на грудном вскармливании. И подруги забили тревогу, позвонили родственникам, ну, в общем, меня вытащили в больницу. Поставили диагноз онкология с метастазами. Врачи посоветовали, конечно, мне лечение, сказали, что у меня абсолютно уникальный случай, моя опухоль росла каждые три дня, увеличивалась ровно в два раза. Допустим, 6, 12, 24, ну, вот так, сказали, что у вас вообще случай, вас показывать по телевизору нужно. И сказал, что, ну, я за вас берусь. Когда я, ну, когда наркоз отошел, я даже не знала, что мне не прооперировали, меня просто вскрыли-закрыли. Потом только сестре сказали, что как бы неоперабельно. Ну, готовьтесь к самому худшему. Конечно, была паника, у меня было двое маленьких детей, Еве было, наверное, года полтора, Кате лет 5. На тот момент, как бы, я была разведена уже. Я не понимала, что делать и вообще, как дальше жить. Ну, я понимала, что мне не жить, во-первых, начнем с этого. Но приехали со мной проститься сестра и племянница, старшая, средняя сестра Ира, она у меня тоже пастор. Она не поехала, ну, дабы она верующая, скажем так. То есть она не верила, она сказала, если я поеду, то мы ее точно похороним. Я такая немощная, там, 36 килограмм, бедняга. Такая прям бедняга. Ручки закрыты, шейка закрыта, чтобы люди отворачивались. Ну, просто такое зрелище, честно, прям не самое лучшее. Был такой молодой у нас пастор. Был ли он пастором, не знаю. Эдик Чупров. Вот, и он так горел. Он, ты что, ты еще болеешь? Ты уж давно должна была исцелиться. Я такая думаю, ну, да, обязательно. Он меня схватил за руку, где-то между этажами, они меня все зажали, все какие-то шаров. Кричат, Влад, Елей, неси какая-то суета. Все орут, помогите. Я слегка перепуганная, ну, потому что у меня такое нестабильное у меня состояние было, скажем, что для меня упасть в обморок просто, ну, это как водички попить, ну, грубо говоря. Что-то они долго молились, как-то прям так вдохновенно. Ну, вот, я жива. Прошло 17 лет. Конечно, возникнет вопрос, была ли я у врача, и каким образом ты поняла, что ты здорова. Я потихоньку как-то стала есть. То есть еда каким-то волшебным образом стала усваиваться. Когда я делала перегородку носа, вот точно это я помню. Ну, там, говорят, пройдите УЗИ, у вас времени там. Ну, я врачу, ну, что там, как там, что там. Вообще даже никаких признаков. Была четвертая стадия рака, печень, грудь и яичник, как будто так. Когда-то давно, мне было уже 39 лет, какая-то не очень приятная ситуация была на работе, я очень расстроилась. У меня онемело пол... тела. Пошла ко мне знакомая медсестра, она такая, ты чего там? Я говорю, ты что-то не пойму, как-то дверь не могу открыть, что еще происходит. Она говорит, давайте к доктору, там, к своим, там, попробуем, узнаем, что с тобой сделали. МРТ, рассеянный склероз, помогите. Но я не согласилась с диагнозом, я прям, я вначале думаю, ну, все. Мне девушка говорит, да вы там через три месяца под себя ходить будете. Я, нет, 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 я не согласилась. Тоже молились с сестрой и вообще, как бы, не подтвердили. Ну, я какое-то время, конечно же, но это понятно, что надо все равно какие-то капельницы, какие-то чего-то, но потом я даже и этого не стала делать, потому что я считаю, что я здорова. Даже мысленно к этому не возвращаюсь. Иногда, там, детям говорю, когда, вспомните, когда мне было плохо, я не принимала какие-то серьезные лекарства, просто танцевала там до полуобморока. В принципе, вообще все уже нехорошо. Просто верьте с Богом, всегда все получится. Субтитры создавал DimaTorzok